Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем обозревать новый комплект. Он называется... Наверное, я его назову комплект одного выстрела. Объясню почему. Не просто так у меня М44 в руках, карабин. Не просто так у меня 3 часовых и 3 вероохотника. Опытные игроки понимают, что это 30% урона в голову. 30%. Значит, что нам дает 3 часовых? Точность, урон в голову. Что нам дает вероохотника? Оптимальная дальность, 20%. Сами понимаете, 20% это достаточно много. И урон от выстрела в голову. То есть у вас при... на 20% дальше сила вашей пули не теряется. То есть если я стреляю вот тут 391, и вон там 391. Да, дистанции тут, ну я не знаю, метров, наверное, 30, может поменьше. Вот, то есть фишка в чем? Что чем дальше у вас оптимальная дальность, тем меньше у вас теряется урон при выстреле. Продолжим. То есть у вас комплект в данный момент чисто под винтовку. Почему М-44? Потому что она выдает максимальный урон. Вот сейчас 107 тысяч. Если мы поставим тут, вот тут, поставим брутальность 12% плюса выстрела в голову. Плюс еще тут 171%, это максималка, которая есть чуть... 172, по-моему. Вот, 171, то есть хороший очень показатель выстрела в голову, это еще у нас 12%. То есть 12 плюс 12, 24. 24%, да, 24% мы еще можем поднять в этом всем. Плюс, например, тут, ну, можно и этот оставить, конечно, но можно, например, там, расстояние до цели больше, там, 30 метров, по-моему. Или как-то так это называется, 40, то там тоже урон увеличится. То есть тут можно химичить, но суть дела не меняется. Примерно там 10-15%. Вот, значит, что мы имеем? Значит, 24% в голову мы можем дать. Плюс, если вот тут так подшаманить немного, да, то есть тут можно, например, запас сил поднять, убыстрение поменять там на силу нау, чтобы импульс был получше, да. Тут, например, то же самое, там, поднять на силу нау, там, или критическое попадание. Тут то же самое, опять, вот, тут мы можем, например, где-то еще на 30%, на 30, точнее, живучести поднять. И тогда у нас будет примерно вот сейчас этот комплекс собран наспех, имейте в виду, и поэтому ХП тут очень мало, да, то есть оно не сбалансировано. То есть можно поднять где-то до 130 тысяч, что более-менее оптимально. То есть это немного реально, потому что оптимальный цвет 135 тысяч, но вас не срежут, как котенка. Плюс, конечно же, надо поднимать броню, еще раз говорю, 10%. Это вам надо, например, в таком комплекте, вот, броню тут заточить, вот тут, например, вместо, там, лечения за убийство, вот именно броню. Да, и внизу то же самое, вместо наколенников, там, какой-нибудь, или там еще что-нибудь, там, рюкзака, неважно, там, какую-то характеристику, еще на броню, да, или там, модификация именно. То есть 50% у вас примерно должно быть. Значит, чуть-чуть подточить. Значит, где-то 20% вот этого комплекта можно увеличить в плюс, да, значит, в плюсе, плюс 20%. Еще раз говорю, 24% у нас критическое попадание, ой, урон от выстрела в голову, а сейчас текущий у нас, обратите внимание, 267. Плюс модификация можно немного поднять, там, процентов 7 надо, нет, не 7, ну, наверное, процентов, процентов 9, да, ну, можно же поднять, то есть, там, поменять немного модификацию, вот, и у нас будет 300% урона в голову. Что это дальше? Я вам показал, что 391 тысяча в голову, вот, я просто попал обычным попаданием в голову. Что у нас при крите, 555 тысяч урона. Для сравнения, у нас калаш у меня давал в 1.3, под бонусами, конечно, под бафами, 450 тысяч примерно урона. С пульки в голову, в крите, конечно. Если мы возьмем сейчас, то под бафами пулька даст где-то 170 тысяч. Посчитайте. Это примерно в 2,5 раза меньше урона, да. То есть, данная винтовка, ну, вот, в нашем обновлении, то есть, не обновлении, а в нашем патче 1.3, примерно лям-350. Вот где-то так, наверное. Ну, да, может быть, может 400. А ваншотная винтовка сейчас в нашем 1.3, это примерно лям-100, по-моему. То есть, вот где-то так. То есть, лям-100, она выбивает практически любого соперника с выстрела в голову. Ну, если, конечно, противник не под броней. Так вот, значит, вчера я попал из данной винтовки без импульса на 70 тысяч. То есть, под импульсом, давайте посмотрим, то есть, что гадать, берем мой импульс, берем, у нас показатели тут 12 и 10 процентов, да, то есть, это шанс критического, урон критического попадания. То есть, у нас 12, округляем, 12 процентов, плюс 24 там, плюс еще можно доработать. Это у нас примерно, ну, примерно 40 процентов, еще дополнительно. То есть, вы будете выдавать в районе, ну, наверное, господи, ну, там, 100 тысяч, да, 100, там, 10 и так далее. Вот. И можно сказать, что у вас есть реальная вероятность, что вы убьете персонажа с первой пули. Я не просто взял этот комплект, я также его, я не сижу просто так на ютубе, тоже просматриваю, и данный комплект у товарища, у которого я видел, он просто шотит с первого попадания любого противника, абсолютно любого. Просто тут надо его доработать. Вот, если доработать его, то у вас будет примерно оптимальная броня, примерно оптимальная жизнь и винтовка, которая шотит с первого попадания. Почему же у нас второй оружием должен быть дробовик? Обратите внимание, 142 тысячи, сейчас, если попадать, вот я, например, тестил вчера, попадаешь в голову, где-то пол хп снимаешь, да, с дробаша. То при вот таком комплекте, это я в банше тестил, пвп шмоте, то при таком комплекте, я думаю, процентов-то, наверное, 80 ты снимешь с попадания с дробаша. То есть второй выстрел с дробаша будет для тебя последним, потому что у него есть также оптимальная дальность, что у дробовика явно минус, ему нужна дистанция, да, вот. И при попадании там с более дальней дистанции тот же урон, это, конечно же, плюс. Плюс точность, которая дает вам комплект, и плюс урон от выстрела в голову. То есть, только ходить не будем, вот у нас под импульсом урон. Вот, по 62 тысячи, не забывайте, это где-то 3 пульки, плюс пулик вылетает 8. То есть, нетрудно посчитать, сколько там урона вылетает. Ну, где-то, наверное, пол, не пол, ляма, конечно, ну, 1350-то точно. То есть, 2 пульки, а стреляет дробовик, не скажу, что медленно, да, не очень быстро, но и немедленно, то вы можете с 2 пулек 700 тысяч нанести просто в лёд, да, то есть, человека свалить. Притом, от дробаша я не замечаю понижения урона. Там, если всадил, так всадил по самой гланды. Так вот, в таком комплекте именно используется дробовик и винтовка. Винтовка какая у меня. Я ещё раз подчёркиваю, вам надо доработать все модификации и таланты подвести под окончательный итог. Я буду стараться это сделать и постараюсь, конечно, выложить потом обзор именно в PvP-зоне, потому что вчера я бегал в данном комплекте, у меня было 100 тысяч жизней, меня срезали очень быстро. Но ещё раз говорю, я попал, пацан, в таком комплекте, я ещё раз говорю, в менее доработанном, то есть, она там выдавала у меня в крите где-то 1400, да, плюс, ну, если с импульсом, 450, по-моему, выдавала. То есть, на 100 тысяч меньше, плюс я стрелял в чувака не без импульса, да, то есть, ну, на нём не было импульса, то можно сказать, что 120-125 тысяч в идеале, ну, я думаю, да, 125 тысяч вы будете выдавать. Это среднее статистическое количество ХП игроков в тёмной зоне. То есть, наверное, каждый, ну, из 10-ти двое будут выживать с попадания, да, а человек 8 будет падать с одного выстрела. Вот такой комплект я вам ещё раз показал, что вот в текущем формате, недоработанном, абсолютно наскоро собранном, он выдаёт у нас 566 тысяч. Я не знаю, как это по ботам действует, честно говоря. Наверное, побольше, потому что у меня есть шанс пробития брони, там, какой-то, не помню, процентов 20, наверное. Тут, наверное, посмотреть-то можно. Сколько у меня процентов пробития брони. Плюс урон элитным противникам. А, вот урон по броне. То есть, в общем, 20% ещё дополнительно по ботам идёт. Значит, вот в таком комплекте 566 тысяч выдаёт у вас. В башку 556. Я ошибся. Вот. Плюс его можно увеличить процентов на 20. Сами понимаете, что у вас будет выдавать. Я думаю, 600 тысяч-то у вас, наверное, выдавать-то точно будет, если не больше. И противникам в тёмной зоне явно будет не сладко. Но, опять же, это тестовый сервер. Не факт, что прям вот всё будет слизано в релизную версию. Но, по крайней мере, я думаю, большинство часового вряд ли изменит. И веру охотнику тоже. Такой у меня обзор. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.